Это все равно, что по ошибке принять «выдох за вдох», а «вдох за выдох». Намерение не превратит задуманное в реальность. Намерение только задаст направление. Вам все равно придется пройти путь, не так ли? Вы на самом деле являетесь жизнью? Или вы просто клубок мыслей, эмоций, идей, предупреждений и мнений? Большинство людей именно такие. Есть нацеленность на результат. Я хочу достичь того, хочу попасть туда. Куда, черт возьми, вы хотите попасть? Знаете, что является финишной чертой? Мы будем решать, где вас похоронить. Намаскарам, Садгуру. Меня зовут Алина Джейкоб. Я студентка третьего курса архитектурного факультета. У меня вопрос. Мы живем в обществе, где люди по своей природе экстраверты или интроверты. Экстраверты достаточно уверенные люди, они могут заявить о себе. Но в то же время в этом конкурентном мире есть люди-интроверты. Смогут ли они проявлять себя так же хорошо, как это делают экстраверты? И даже если им удастся чего-либо достичь в жизни, останутся ли они интровертами? Видите ли, разница между экстравертом и интровертом или тем, что означают эти понятия? Это как по ошибке принять выдох за вдох, а вдох за выдох. Не существует такого понятия, как экстраверт или интроверт. Не нужно подразделять людей таким образом. Некоторые люди видят, что им нужно действовать и проявлять себя. Какие-то люди видят, что в этом нет большой необходимости. Так что может быть, их нет в Твиттере или в Фейсбуке или тому подобном. Это не означает, что они интроверты. У них есть своя жизнь. Мы не должны оценивать людей таким образом. Каждый человек имеет быть право таким, каким он хочет. Вопрос в том, что если я не экстраверт, смогу ли я сделать что-то в этом мире? Вот основной аспект вопроса. Видите ли, ваша способность что-то делать возникает не потому, что вы хотите что-то делать. «Я хочу что-то делать — это мое желание». Желание — это всего лишь намерение. Намерение не превратит задуманное в реальность. Намерение только задаст направление. Вам все равно придется пройти путь, не так ли? Одна важная вещь, особенно потому, что вы обучаетесь на творческой, а не на бизнес-программе. Я думаю, что вы должны смотреть на жизнь так. Вы должны понять, как усилить, расширить себя. Усилить и расширить означает не раздувать свое эго до больших размеров. Усилить и расширить жизнь, которой вы являетесь. Когда я говорю «жизнь», я говорю о жизни, которой вы являетесь. Я не говорю о вашем теле, я не говорю о структуре вашего ума. Когда люди говорят о жизни, вы должны сами догадаться, о чем они говорят. О своем доме, об отношении их. Они могут говорить о своей машине или о своей собаке или еще о чем-то. Я говорю не об этом. Я говорю о жизни, которой вы являетесь. Вы — жизнь? Вы на самом деле являетесь жизнью? Или вы просто клубок мыслей, эмоций, идеи, предупреждений и мнений? Большинство людей именно таковы. Из-за этого мы делаем такие умозаключения, что этот человек — интроверт, а тот — экстраверт. Потому что у вас не может быть мыслей без умозаключений. Вам нужны умозаключения обо всем. Сейчас мне нужно сделать вывод, что этот человек — интроверт, а тот — экстраверт. В противном случае мои мысли каждый раз в замешательстве. Кто же она, черт побери? Но человеческие способности таковы, что мне не нужно делать умозаключений. Я могу просто смотреть. Значение имеет только то, кем она является в этот конкретный момент. Кем она была вчера — это не важно, не так ли? И вы понятия не имеете, кем она будет завтра. Да или нет? Не предопределяйте жизнь, не фиксируйте жизнь в рамке, ни свою, ни чужую. Не предопределяйте ее. Потому что то, что вы называете человеческой жизнью — это возможность. Чтобы превратить эту возможность в реальность, вам нужно преодолеть определенное расстояние. Вопрос в том, есть ли у вас смелость и решимость, чтобы пройти это расстояние. Не имеет значения, какой у вас уровень интеллекта, какой у вас уровень способностей, интроверт вы или экстраверт. Одно, другое — это не имеет значения. Вопрос в том, есть ли у вас смелость и решимость, чтобы превратить эту возможность в реальность. Так что, если вы сосредоточитесь на том, что делаете прямо сейчас, не имеет значения, чем вы занимаетесь. Не имеет значения, насколько простого действия вы выполняете прямо сейчас. Если вы абсолютно преданы тому, что делаете прямо сейчас, в зависимости от различных аспектов, события начнут разворачиваться. Однако из-за влияния Запада мы стали слишком ориентированными на цель, на результат. Нацеленность на результат означает, что нас интересует следствие, но нам не интересен сам процесс. Если вас не интересует процесс, вам не следует заниматься творчеством. Да. Процесс является целью сам по себе. Если вы абсолютно преданы процессу, в зависимости от различных аспектов, что-то в итоге получится. Но сейчас вас интересует результат, а не процесс. Это нацеленность на результат. Я хочу достичь этого, хочу попасть туда. Куда, черт возьми, вы хотите попасть? Нет, я хочу выиграть гонку. Если вы относитесь к жизни как к гонке, если вы хотите ее выиграть, то вы должны как можно быстрее добраться до финиша, не так ли? Вы этого хотите? Да. Если вы доберетесь до финиша впереди всех этих людей, вы выиграете гонку. Знаете, что является финишной чертой? Мы будем решать, где вас похоронить. Так что, особенно в творческих делах, никогда не думайте о цели. Кем я должен стать? Каким я должен быть? Что я должен создать? Не беспокойтесь об этих вещах. Если вы преданы процессу, что-нибудь в итоге получится. Выйдет нечто даже более прекрасное, чем вы себя представляли, потому что вы преданы процессу. Без преданности. Я специально использую слово «преданность», потому что люди думают, что преданность или поклонение означает посещение храма, церкви или мечети. Нет. Без преданности. Будь то в спорте, искусстве, музыке, духовной сфере, политике, бизнесе, где угодно. На любой арене жизни разве кто-нибудь совершил что-нибудь действительно значимое, не будучи абсолютно преданным тому, что он делает? Хоть кто-нибудь? Нет. Вы будете делать только что-то посредственное. Так что не думайте об искусстве и эстетике, как о способе заработать на жизнь. Средства на жизнь появятся. Вам будет на что жить. Вот что я обещаю людям всех профессий. Не имеет значения каких. Но особенно, если вы человек творческой профессии. Если у вас проблемы с хлебом насущным, приходите ко мне. Я позабочусь о том, чтобы у вас была пища и кровь. Единственное, что я хочу видеть, это что вы сосредоточены на чем-то. Мне все равно, на чем. Что ничто не ускользает от вашего внимания. Мне не важно, на чем, но я хочу, чтобы вы сосредоточились. Не выношу рассеянных людей. Вот и все. У меня к вам бессрочное предложение. Любой, кто беспокоится о пропитании, просто приходите ко мне. Я прослежу, чтобы у вас была еда на всю оставшуюся жизнь, и чтобы у вас было место для проживания. Но я хочу, чтобы вы, по крайней мере, 12 часов в день были полностью сосредоточены на чем-то, чем бы это ни было. Я не буду спрашивать, на чем вы сосредоточены, но я хочу видеть вас сосредоточенными. Потому что, если человек остается сосредоточенным на чем-то, это неизбежно принесет плоды. Как это может не принести плоды? Вселенная уступит вам, если вы сосредоточены. Субтитры подогнал «Симон»